Начну с того, что представлюсь. Меня зовут Анастасия. Девочки, всем привет! Сразу расскажу, кто я. Я женщина, жена, мама двоих детей. У меня мальчика-девочка с небольшой разницей в возрасте. И более пяти лет я изучаю вопросы именно материнства, естественного материнства и вопросы, связанные с естественными родами, на что это влияет, и вопросы первичного здоровья от детей. И являюсь на сегодняшний момент инструктором по подготовке к беременности и родам. Соответственно, будет курс по беременности и поведению, по подготовке к родам. Это все будет в конце сегодняшней лекции. Я все это тоже расскажу вкратце, что будет за курс. Сегодняшняя наша тема очень интересная. Мы сегодня поговорим о том, о чем обычно, шибко не говорят, очень мало литературы о том, какой должна быть интимная жизнь во время беременности, вообще должна ли она быть, в каком объеме, в каком количестве, какого качества. Все мы это сегодня обсудим и обсудим, и о том, как это влияет на наше женское здоровье и как влияет на беременность в целом. Итак, понятно, что беременность это не один месяц, не две недели и так далее, что это длительный процесс. Первый триместр беременности обычно у всех протекает по-разному. У кого-то это такое спокойное время, да, особо нет никаких симптомов этой беременности, но у большинства женщин первый триместр сопровождается токсикозом, да, это такое общее легкое недомогание может быть, тошнота, непереносимость продуктов, запахов, да, общая усталость, сонливость, это все имеет место быть. Поэтому понятно, что в первом триместре беременности обычная интимная жизнь отходит на второй туар, в том числе это связано с таким общим небольшим волнением по поводу беременности, особенно если это беременность первая, долгожданная. Конечно, это все влияет на эмоциональную составляющую интимной жизни в том числе. Но надо понимать, что даже первый триместр, это не значит, что каждый день вам плохо, наверняка и у всех, да, в какой-то день вы просыпаетесь в хорошем настроении, ничего не тошнит, не болит, не тянет. Конечно, это повод порадоваться, да, и если возникнет желание, то интимная жизнь ни в коем случае не воспрещается в первом триместре беременности в том числе. Вот. Что касательно самого прекрасного времени беременности, это второй триместр, это когда после 12-14 недели у вас уже прошли все эти тошнотворные симптомы, вы уже чувствуете себя такой легкой, наполненной, да, и вот во втором триместре беременности у каждой женщины возрастает уровень эстрогена, и он фактически даже выше, чем у вас во время овуляции. То есть что это значит? Во время беременности женщина физиологически на уровне гормональном, я сейчас не говорю про голову, да, на уровне гормональном просто не может не хотеть, вот так скажем, да. То есть вы запрограммированы, ваши гормоны, если ваша беременность нормально протекает, да, уровень гормонов такой, что вы хотите близости, хотите быть рядом со своим мужчиной, да, хотите этой любви и нежности, и более того эстроген, как один из важнейших гормонов, который возрастает во время беременности и максимальных пиков достигает, в том числе к концу беременности, он влияет не только на ваши желания, но он и проявляется очень сильно внешне, как проявляется. У вас улучшается состояние кожи, состояние волос, ногтей, да, и вот многие подмечают, что у женщин, у женщин как будто бы светится изнутри. И вот это не как будто бы, это на самом деле так и есть. Беременная женщина, она максимально сексуальна, если она свою сексуальность не блокирует искусственно. То есть, если в ней эта женственность есть, то беременность – это расцвет этой женственности, это состояние, когда женщина полностью раскрывается, когда она источает вот эту свою нежность, сексуальную энергетику, да. Поэтому очень важно понимать, что это не только что-то со мной не так, почему-то я хочу вдруг. Нет, это нормально, это гормонально, и как раз было бы странно, если бы вы не хотели этой близости во время беременности. И что еще очень важно и интересно с точки зрения физиологии? Ну, сейчас про физиологию расскажу, а потом расскажу про то, что творится в голове, да, у многих женщин. И вы можете заглянуть внутрь себя и понять, что творится в вашей голове во время беременности, или творилось, если вы уже родили ребеночка, да. Значит, физиологически еще у каждой женщины увеличивается объем крови. Ну, в среднем это плюс 30-40%. И представляете, вся эта, весь этот приток, да, он в основном сконцентрирован в органах малого таза. Что это значит? Это значит, что у вас просто плюс полтора литра крови, и все это циркулирует в области живота, в области влагалища, да. Все это там. И очень частый симптом, это не я придумала ни в коем случае, это вы можете заметить по своим прошлым беременностям, да. Об этом пишут, об этом говорят акушерогинекологи, которые именно изучают естественный процесс беременности и родов. Очень часто что случается? Женщина, если, допустим, беременность долгожданная или просто переживаете, да, там о сохранности и так далее, она воздерживается от интимной жизни в течение, допустим, да, 3-4 месяцев. Потом начинаются тянущие боли внизу живота. Ну, соответственно, у психолога, да, начинается какая-то боязнь, какая-то что-то, что-то не так, что-то тянет. Мы приходим к врачу, врач говорит, ну, воздержитесь, а вы и так воздерживаетесь. Он говорит, ну, еще воздержитесь. И что получается? Получается, что вот эта вся кровь, которая у вас скопилась, мало того, что у вас и так снижена подвижность, ну, в любом случае она будет снижена во время беременности, так вы еще интимную жизнь свою полностью прикрыли. У вас циркуляция крови просто нарушается. И это формирует венозный застой. И именно венозный застой, это никакая не груза выкидыша, но венозный застой, это является причиной вот этих вот тянущих болей внизу живота. Так вот, очень странно, я сама сталкивалась все время беременности с такими вот вопросами, что акушеры-гинекологи в большинстве своем, я была у трех врачей, никто не задает вопроса, когда у вас последний раз был удовлетворительный секс. Не просто секс, а именно удовлетворительный, то есть когда вы последний раз испытывали оргазм. Так вот, этот момент, он почему-то опускается, да, и все уходит в медицину, именно в лечении симптомов, а не в изучении того, откуда эти симптомы вообще взялись. Да, а что там у женщины вообще с другими ее видами деятельности, что у нее с интимной жизнью, это же очень важно. Так вот, залог, если ваша интимная жизнь активна, если она не просто есть, но она еще и удовлетворительна, это значит, что вы занимаетесь сексом плюс-минус, да, с той же периодичностью, что и до беременности. Плюс вы просто занимаетесь сексом механически, да, а именно это занятие любовью, и вы получаете оргазм. Это очень важно, вот, это сильно очень влияет на ваше самочувствие, ну, и, конечно, вы понимаете, что это влияет, в принципе, на общую атмосферу в вашей семье, в вашем браке, это очень важно, да. Так вот, теперь, что касательно психологии, да, и культурной составляющей, социального давления и вообще мифов и всего остального, что улетает вокруг этой темы. К сожалению, очень мало литературы. Я сама, когда вот эту тему берусь изучать, в основном это все вот так вот по крупицам собирается, там чуть-чуть, там чуть-чуть, там чуть-чуть, там чуть-чуть, да. Для себя очень важно заранее побеспокоиться, да, и найти хорошего врача, акушера-гинеколога, который будет не просто лечить симптомы, да, а именно комплексно будет подходить к вопросу вашему. В любом случае для ведения беременности хорошо бы позаботиться, да, о хорошем враче, с которым вам будет комфортно, с которым вы эти вопросы тоже сможете обсудить, да, а не рыскать по литературе или каким-то блогам или источникам всю эту информацию. Поэтому информации мало, да, она разная. Обсуждать это особо не принято. И у многих, к сожалению, есть такой стереотип или вот закрадываются такие мысли, что, ну, я беременна, может быть, мне вообще-то и не положено хотеть, а я что-то хочу, это как-то неуместно, как-то стыдно. Возникают, возможно, какие-то двояркие эмоции, ощущения. Здесь я бы вам порекомендовала заглянуть внутрь себя и реально понять, да, это вот я блокирую сейчас свои желания или я действительно не хочу, или я боюсь хотеть, а почему я боюсь хотеть, да, что вас беспокоит, да. Есть еще такой момент, что бывает супруг, да, такой немножко беспокойный, а ничего ли я там тебе не поврежу, а это точно не безопасно, особенно если ребенок первый, беременность первая, может быть, долгожданная, есть какие-то непонятные стражи, опасения. Что делать? Ну, что делать? Ну, говорить о том, в ухо супругу, так и говорить, объяснять, да, что занятие любовью, это полезно для меня, для ребенка. Ребенок там очень прочно защищен, да, у него там плацент, у него пузырь, у нас там еще пробка, которая от всего его защищает, к нему ничего не попадет, ребенок полностью защищен, ты никаким образом его не повредишь, да. Ну, и вы сами должны это тоже понимать, если у вас нет, условно, какого-то пока что представления о своей биологии, то, ну, займитесь этим вопросом, изучите, почитайте, посмотрите, да, что действительно нормальный, обычный, не агрессивный, да, какой-то полога, а кто-то, каким образом ребенку не навредит. Безусловно, да, сразу говорю, что есть какие-то медицинские показания, которые могут содержать в себе рекомендации, да, воздержаться на какой-то период от интимной жизни, но это единичные случаи. Это не значит, что давайте поголовно все 9 месяцев не будем заниматься сексом, а потом у нас будут, значит, одни матери-единочки, потому что, извините, ну, какой мужчина сейчас будет вас целый год ждать, пока вы там, в общем-то, соберетесь ему уделить время. Поэтому это очень важно для сохранения семьи в том числе. И вот, что самое интересное, вы же сами гормонально настроены этого и хотите этого, да, нужно покопаться, разобраться, что вам мешает эту интимную жизнь в активной форме поддерживать. И вообще время беременности, особенно если ребенок первый, да, то есть, по сути, это такие, знаете, медовые месяцы вашей совместной жизни, когда вы можете себя полностью посвятить супругу. Вам уже не надо думать о каком-то предохранении, о каких-то там методах контрацепции, да. Это вообще такая лафа, ну, вот на мой взгляд, да, то есть вы друг с другом, у вас есть время, есть желание. У вас еще во втором триместре вообще не такой большой живот, да, чтобы это как-то дискомфортно было. Все для того, чтобы вы эти месяцы подарили своему супругу, наслаждались беременностью, чтобы она у вас ассоциировалась, в принципе, в период беременности ассоциировалась с таким счастливым моментом. Ну и, конечно, это положительно скажется на ваших взаимоотношениях. И такой момент чисто, опять же, физиологический. Если вы воздерживаетесь во время беременности от секса совсем, то восстановиться после вам будет намного сложнее. Это не значит, что вы не восстановитесь, но вы задумаетесь об этом сейчас, да, что если вы 9 месяцев сексом не занимаетесь, у вас там уже сформировался кровеносный застой, и чем дальше, тем будет дискомфортнее начинать. Поэтому подумайте просто, поразмышляйте, посидите, подумайте над этим вопросом, да, что у вас останавливает, если эта проблема есть, то займитесь этим сейчас. Не откладывайте на потом, что я потом разберусь. Потом появится малыш, и у вас уже включатся совершенно другие гормоны, и будет совсем не до этого. Поэтому пока малыш не появился, на масте свою сексуальную жизнь сейчас. Сейчас у вас для этого есть ресурсы. Третий триместр беременности, когда мы сейчас говорим о конце третьего триместра, когда уже живот большой, когда он может уже физически мешать, да. Здесь, да, уже как бы может быть дискомфортно немножко в каких-то местах, подобрать нужно будут удобные позы для интимной жизни, но тем не менее это возможно, я вам точно говорю, это возможно, и это точно так же доставляет удовольствие. Плюс очень важный момент, вообще каждый момент близости, обнимашки, целовашки, вообще нахождение с любимым человеком, это все вырабатывает гормон окситоцин, который вам очень нужен будет в родах. Поэтому чем больше вы находитесь в контакте с любимыми людьми, в частности с мужем, тем выше у вас первоначальный уровень этого гормона, тем легче вам будет его воспроизводить и вырабатывать этот гормон во время родов. Поэтому не пренебрегайте, сексуальную жизнь налаживайте, это очень важно. И раз уж мы говорим об этой теме, после родов к этому нужно будет как-то возвращаться. После родов у нас гормон вступает в силу, основной это пролоктин, а он блокирует желание, блокирует от слова совсем. Поэтому у многих бывает такое, ну во-первых, вы физически будете восстанавливаться какое-то время, о том, как быстро это восстанавливается, тоже скажу. Поэтому очень важно дальше, ну сейчас уже понять, что потом нужно будет просто физически выделять время, физически как-то себя организовывать на интимную жизнь с мужем, организовать совместное солнце ребенком и с мужем, как-то организовать свое время, рассчитывать свои силы. Это все будет в том числе в курсе по подготовке к беременности родом, именно по вопросам об организации быта, да, как сделать так, чтобы силы еще и нам уже остались, да, во всем этом. Поэтому, безусловно, об этом нужно сейчас подумать, да, и задуматься, просто понять, да, что вот потом мне нужны будут силы, мне нужно будет время, это вопрос об организации вашего быта, вашего сна, задуматься, позаботиться, почитать, изучить вопрос, чтобы потом ваше семейное жизнь тоже вошло в русло, и чтобы вы понимали, что если вы не хотите, это нормально, потому что в момент, когда у вас будет налаживаться лактация, у вас будет очень высокий уровень гормона пролактина, эстрогены будут значительно снижены, конечно, желание чисто гормональное, оно будет такое, в общем, на минималку какое-то время, пока мы немножко не остановимся. Вот, по поводу физиологического восстановления. Ну, так как эта лекция больше для беременных, ну, сразу скажу, будет, да, такое небольшое растяжение мышц внутри. Так вот, в качестве профилактики для того, чтобы восстановление прошло более быстрое, время вообще беременности, время декрета, это возможность позаботиться о своем женском здоровье и о том, чтобы ваши мышцы были в тонусе, и чтобы потом они восстановили свой тонус максимально быстро. Как это сделать? Я, конечно, знаю, что сейчас об этом говорят чуть ли не в каждом окне, да, кричат, но вот как раз время беременности – это время снять трусы. Как бы это парадоксально ни звучало, по крайней мере, я понимаю, что многие из вас работают, да, там у них какие-то дела, хоть на работу там и так далее, но по возможности у вас нет месячных, да. Если есть какие-то выделения, да, они минимальны. Если есть что-то такое, что вас беспокоит, мы сейчас об этом тоже затронем этот вопрос, но на выход наденьте вы просто там какое-то хлопковое белье нормальное, не стринги, а на полную попу, да, чтобы у вас там… Мы сейчас об этом тоже поговорим, о микробиоме, который там формируется. Поэтому очень важно сейчас об этом позаботиться. Вообще уберите нижнее белье, по крайней мере, хотя бы дома. Особенно после там… Вы ушли в декрет 26 недель, ну, ходите вы дома без белья. Позволяет погода, оденьте вы нормальное, там, свободное платье, да, которое там, не мини-юбка, да, длинное свободное платье, но и снимите в это белье, если вы вышли на улицу, там, формируется куда-то там, далеко. Чему это поможет? Когда вы находитесь без белья, органы малого таза у вас не поддерживаются искусственно, и мышцы внутри влагалища, будем говорить своими словами, они находятся в тонусе, в небольшом тонусе, в полезном тонусе, и это минимальная тренировка мышц. Если вы никогда этого не пробовали, я сейчас не говорю, что пошли все сняли трусы. Нет, конечно, но вы задумайтесь и попробуйте. То есть это мысли вам для того, чтобы попробовать и почувствовать. Вы просто возьмите, снимите трусы и походите дома без трусов. Вы почувствуете, как у вас автоматически мышцы внутри немножко приходят в тонус. И это позволяет задерживать в том числе какие-то минимальные выделения, которые могут быть естественные, да. И мышцы тренируются. Вы тренируете мышцы органов малого таза для того, чтобы потом, когда вы родите ребенка, чтобы там все, что растянется, могло быстро прийти в нужную рабочую форму, так это назовем, да. И помимо того, что вы уберете нижнее белье, кто не дай бог, что пользуется ежедневком, я вас очень прошу тоже изучить этот вопрос. Можете мне на слово не верить, но их нужно обязательно убирать для того, чтобы восстановить нормальную микрофлору вашей слизистой, потому что через эту микрофлору, через этот микробион будет проходить ребенок и будет заселяться вашими бактериями. Вот, вот, задумайтесь, да. Чем здоровее ваше слизистая, чем, как бы сказать, здоровее те бактерии, грибы, которые находятся у вас, да, тем лучше и здоровее это для ребенка, потому что он проходит через органы малого таза, да, заселяется этими бактериями, это его первичная иммунизация. И то, насколько здоровыми бактериями будет заселен ребенок, это тоже очень важно, это влияет на его иммунитет. Это не я придумала, об этом во многих своих книгах последних пишет Мишеля Ден, это известный акушер-киникулог. Почитайте, посмотрите, это действительно, буквально у последних, наверное, с 2018 года исследования о заселении, вот как раз о том, как влияет микрофлора женщины, когда проходит через ее естественные рядовые пути ребенок, как это влияет на его иммунитет, на его здоровье. Поэтому убрать нижнее белье, убрать прокладки, убрать агрессивные моющие средства, которые тоже все это смывают напрочь, это способствует в хорошей микрофлоре вашей слизистой и способствует в том числе, будет полезно для здоровья вашего ребенка. А если у кого-то еще просто бог с ним, со мной, главное, чтобы ребеночек был здоров, так это и для ребеночка тоже важно, не только для вас, но и для ребеночка в том числе. Если у кого-то, допустим, снятие нижнего белья вызывает дискомфорт в плане того, что есть выделение, нужно какое-то время перетерпеть, этих выделений станет меньше. Они есть как раз потому, что у вас, возможно, не очень здоровая сейчас микрофлорота, микробиом не очень здоровый, чего-то больше, больше каких-то грибов, и это придет в норму, как только вы уберете нижнее белье или хотя бы перейдете на его сокращение, оставите его там чисто, пока вы там где-то находитесь на работе, там в офисе, да, а пока вы находитесь дома и спите без нижнего белья. Это все очень будет полезно. Опять же, никого не заставляю, но говорю о том, что это полезно, это доказано. Попробуйте, посмотрите, как будет вести себя мышцы органов малого таза, и просто попробуйте две недельки, и посмотрите, как у вас в лучшую сторону пойдет изменение в вашей слизистой, агрессивной, ну, тоже вот вопрос о том, да, чем вы моетесь, не надо там намывать по 10 раз естественно мылом и там какими-то специальными гелями, ну, конечно, если вы там где-то на песке в грязи сидели, эти места, конечно, надо помыть, но я о том, что на постоянный, там, если вы два раза в день или раз в день принимаете в душ, при этом особо нигде не мараясь, ну, мытьесь просто водой, вот элементарно, об этом, конечно, уже везде говорят, но вдруг, вдруг вы, вдруг у где-то, пока что не в этой среде, вот, поэтому, может быть, для вас это будет тоже полезно. и так, про это сказала, ну, и вопрос внешнего белья, у вас, у всех, у беременных, у нас увеличивается тоже объем груди, да, и он растет, бывает, что не, 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 знаете, не как-то постепенно, бывает, что резко, он бухает, еще что-то, изменяется форма, и изменяется плотность, да, желательно во время беременности удать все бюстгальтеры с косточками, можно оставить какое-то такое, знаете, легкое спортивное топовое белье, которое не давит, то есть оно не должно стягивать вам вот так вот вот в грудную клетку, должно, во-первых, нормально, свободно дышать, дышать вообще важно, да, нормально, и чтобы у вас не переживались, вот здесь вот все сосуды, ну, и вообще, конечно, дома желательно, и по возможности, на улице желательно ходить без белья, но дома, я прям рекомендую, вообще, белье это убирать, чтобы у вас здесь все было свободно, ничего не давило, вот, бюстгальтер с косточкой убрать даже для улицы, для беременных, это очень важно, чтобы не нарушался кровоток, чтобы кровь в организме циркулировала нормально, вот, это будет полезно для вас, вашего здоровья, для вашего самочувствия, так, что еще я хотела сказать сегодня, так, про трусы сказала, про левчики сказала, про блюмашки сказала, ежедневки сказала, убираем, не надо их использовать, даже если белье не беспокоит, уберите, перетерпите, и забудь про них, если вы не дали больше, и не пользуетесь. Что касательно, в общем, интимной жизни, да, во время беременности, у кого есть какие-то вопросы, они, возможно, были и до беременности, есть прекрасные специалисты-сексологи, которые с этим работают, у вас сейчас есть время, есть возможность, дойдите до этого специалиста, не откладывайте на потом, это возможность сейчас наладить сексуальную жизнь, чтобы потом, опять же, к этому вопросу не возвращаться, а просто вернуться в нормальное русло, после родов, будет проще, если вы позаботитесь об этом сейчас, поищите сексолога в вашем городе, может быть, у кого-то знакомых, через сарафанное радио, если сексолога не можете найти, сходите хотя бы, если у вас проблемы по этой части, сходите к своему психотерапевту, если он у вас есть, если вдруг вы уже работаете, поэтому по каким-то другим вопросам спросите у нее, может быть, она работает с парами, или может проработать с вами этот вопрос, потому что нормальная здоровая интимная жизнь, это, в принципе, залог и долгосрочных семейных отношений, хорошего брака, хорошей атмосферы в доме, и вам это все очень пригодится, и в вашем материнстве, и в том, чтобы муж и вы были счастливы. Какие будут вопросы, пишите в чат, сегодня-завтра буду на них еще отвечать, у нас в телеграме есть, помимо канала есть чат, можно писать туда, можно писать в инстаграме, ну, кому надо будет, напишите, я вас перенаправлю, ссылочки все дам, когда будет запись, опять же, здесь, в телеграме, будет ссылочка на запись, скорее всего, мы выложим куда-нибудь в ютуб, вот, и все это можно будет посмотреть в повторе. Надеюсь, что информация для вас была полезная, что вы задумаетесь, покопаетесь в себе, наладите свою интимную жизнь, желаю вам, Ламочки, всем здоровья и хорошего настроения всегда. Спасибо всем, кто был. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok